Здравствуйте! В эфире новости в студии Евгений Журавлёв. С получением полиса ОСАГО могут возникнуть проблемы. Центробанк запретил одной из самых крупных в стране компаний Росгострах заключать договор обязательного страхования автогражданской ответственности. Причина – некорректный расчёт скидок при продаже полиса. В частности, речь идёт о коэффициенте аварийности за предыдущие периоды. Кроме того, с начала года Центробанк вынес страховщику почти 400 предписаний за необоснованный отказ выдачи полиса и навязывание при страховании автомобиля дополнительных услуг. Такие нарушения носили массовый характер. В Ярославской области они были зафиксированы в каждом районе, сообщили в областной прокуратуре. Несмотря на запрет Центробанка, Росгострах обязан продолжить обслуживание по ранее выданным полисам. С введением санкций проблемы могут возникнуть у рядовых автовладельцев, а если в крупных городах области клиенты Росгостраха могут обратиться в другие страховые компании, то в малых городах такой возможности попросту нет. В этом году из аварийных домов региона переедут почти 2500 человек. Всего по областной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда новые квартиры должны получить почти 9500 ярославцев и жителей региона. Это люди, чьи дома признаны аварийными до 2012 года. Сейчас реализуется второй этап программы. На него выделено около 400 миллионов рублей из фонда содействия развитию ЖКХ. Аналогичную сумму даст и регион. Необходимо отметить, что Ярославская область на сегодняшний день является лидирующим регионом по воду жилья в строй. Первый этап программы расселения аварийного жилья пройден с показателем 117%. Вместо 32 тысяч квадратных метров в 2014 году в области сдали 38 тысяч квадратных метров. Мы в процессе, у нас этап переходящий 14-15 год. Мы сейчас во втором этапе и у нас плановый показатель 32 тысячи. Поэтому у нас ежемесячно какие-то дома сдаются, какие-то у нас переселяются. И идет непосредственная работа по третьему этапу. Это у нас, естественно, аукционы на выбор подрядчика. Все плачут. Так прокомментировали в филиале университета приборостроения и информатики в Угличе новость о своем закрытии. Действительно, с 1 июля отделение вуза прекращает свое существование. Соответствующий приказ Миноборнауки подписан ректором. Примерно 100 студентов будут заканчивать обучение в Москве или в других подразделениях университета. Без работы осталось несколько преподавателей, в основном местных из Углича. Основная причина закрытия – недавний мониторинг филиалов, после которого большинство из них было признано неэффективными. Кроме города из нашей области, в этот список попали Можайск, Кашира, Чехов, Кимры и Дмитров. Кстати, после ликвидации называемого в народе прибором Московского университета в Угличе не осталось ни одного вуза. У Фрунзенского района Ярославля новый прокурор. На должность назначен Виктор Лебедевич. Он родился в 1961 году в городе Кудымкар Пермской области. В 1988 году закончил Всесоюзный юридический заочный институт по специальности правоведение. Лебедевич – старший советник юстиции, в прокуратуре работает с сентября 1988 года. Был помощником прокурора, а с июня 2007 года он занимал должность прокурора Гаврилов Ямского района.